Приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала, с вами Бабкин, мы продолжаем проходить вора на высокой сложности. Сейчас мы будем выполнять заказы. Так, так, так. А у нас тут вроде не было, да, этой фигни, чтобы пойти в другую локацию. Мельница Эрин. Не факт, что нам туда нужно, но давайте попробуем. Чуть мне кажется, что нужно было как-то наверху перепрыгнуть. Да. Нам явно не сюда. Так, как же нам пройти? Было бы отлично, если как-то этот рычаг сдвинуть. Ну, в принципе, посмотрите, небольшое расстояние я должен допрыгнуть. Должен, просто должен. Чего тебе сюда понесло? Нет, посмотрите, он ни в какую не хочет прыгать. Причем то, что... Я только что нажал пробел, а он спрыгнул. Ну, это, конечно, печально. Хм... Придется как-то в обход идти. Придется как-то в обход идти. Идет слева. Окей. Так, ну вот мы и добрались сюда. Вот эта подруга тут стояла. Дальше что? А, о-о-о. А, все, я понял. Наверх. К арбалетчику. Так, обратили внимание на спину. У него ничего там не было. Блин, мне так хочется его ударить. Реально, так бы хамселить. Шикарненько. Самое главное теперь обратить внимание, как он разворачивается. Через какую сторону? Вот про это я и говорил. Видите, то есть... Насколько он слепой. Да, блин, я ж тут вроде как был. Нет? А, ну да, был. Помните, вот про это окно я и говорил в прошлой серии. Что оно какое-то неактивное. Но. На самом-то деле. Это просто заказ. И теперь. Ну да, действительно. Теперь мы там можем залезть. Ну, как говорят, скажешь что-то? Видимо, нет. Записочка. Не знаю, написал ли он это до или после того, как подцепил мрак. Вторая часть поэмы, значит, должна быть и первая. Что тут? Да ничего. А-а-а, вот первая, да? Третья часть. Как маска мертвеца. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Опять можно наблюдать вазу. Ну, типа, разбить ее, да? Но. О-о-о. Но. Давайте посмотрим, если тут кто-то, нет никого, значит, можно бить. Можно картину вырезать. Я так понял, тут все такие будут необычные картины. Там, допустим... Хорошая находка. Лысый дядька, там, с рогами. Там девушка. Пятая часть поэмы. Девушка, там, с головой козьей. Или чья там... Нет, не козья была голова. Баранина была, по-моему, да? Так, что у нас тут? Отлично, это мы бьем. Че-то есть? Ничегошеньки. Уже открыто. Так, четвертая часть. А первую мы так и не нашли. А мне кажется, что это какая-то подсказка. Но туда я точно не могу проникнуть. Давайте еще раз откроем. Убедимся, что ничего нет. Новая карта. Че-то, мне кажется, что-то мы не заметили. Да, вроде же, все заметили. Где может быть первая часть? Первая часть поэмы. Ах ты, зараза-то. Тёмная вена. Тёмная вена. Тёмная вена. Знакомое название. Это одна из подземных рек. Документики. Какая-то подземная река. Кошак, закрой свой ротик. Так, ну, в принципе, я думаю, у нас еще есть время, чтобы еще какое-то дополнительное задание выполнить. Точнее, заказ. Или уже действительно на дополнительное задание пойти. Ну, насколько я понял, дополнительное задание там, ну... Десяти минут мне не хватит. Поэтому я даже не знаю. Давайте откроем... Цели. Да хрен с ним. Давайте дополнительное задание. Посмотрим, что из этого получится. А тут мы вроде как были, да? Золотая середина. Здесь отдельная локация под дополнительное задание. Ну, типа что-то главы. Ну, помните, мы выполняли дополнительное задание? Грабили банк. Ну, там, опять же, была отдельная локация. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. Аракула, дубина пьяная. Ну, так он у меня не с собой. Нельзя делать серьезные дела. Дом суку, на котором сидишь. Он спрятан в безопасном месте. У тебя 10 ударов часов, чтобы притащить его сюда. Или ищи кому еще, варить свое барахло. Тсс, тсс, тише. Не гони туман. Я мигом обернусь. Так, а... Куда он идет? Я уже пару раз тебя покрал. Хочешь еще? Да и как мякать эту дверь. Если ручка туда-сюда бегает. Небось, очередная машина новомодная. Бегающая дверная ручка. А, я думаю, что нам стоит просто открыть. Я более чем уверен. Потому что он не может пройти. А нам надо узнать. Так, так, так. А потом спухнуть стражей, да? Ну? Почему бы нет? Давайте. Синька, чмо. Можно, блин, знаете, эту фразу теперь просто, я не знаю, даже, в любую ситуацию. Парни, а по я. Что за бред? Моя трубка загорелась. Я огоньку хотел, а не апокалипсис. А это все из-за какого идиота. По идее, нужно вырубить, а нет. Или да? Ну, что-то... Я на мрах не видит. Мне вот только пальцы почерпели на ногах. Я ему говорю, док, убери свой нож. Пахнут не хуже, чем обычно. И точно сами отвалились совершенно бесплатно. Воу-воу-воу-воу-воу, я уж не знал, я уж не при делах вообще. розочка козочка прикажет я сейчас на мере так что в долг ладушки ты ж меня знаю уже себе в штаны засунь они непривередливые а это кто еще твоя сестренка отлично так но он опять будет тупить у ворот закрыл уродские ворота может это я закрыл уродские ворота я же не перелез не в этих тапочках так можно гульфик порвать там и так все чешется как чертополоха посижу-ка я тут отнимаюсь но время действовать так как а как мы пройдем хочешь что чтобы каждый щипач в районе знал что мы тут мимо меня воры не пройдут это точно они прямо через твою пьяную душу перешагнут домой только отстрел закрываться дождешься от вас поддержки прочь с дороги я по делу очень важному ага так по идее нам туда ну и ночка выдалась надо выпить следить за лень не та еще работа чё дверь не закрыли значит мы отсюда по идее будем выходить я надеюсь ты нашел покупателя для этого своего дерьма или тебе придется с ним искупаться да я не умею плавать в этом весь смысл идиотина сколько кораблей в порту застряло а ты обокрал плавучий цирк кто купит это дерьмо я еще помню твою шикарную идею вломиться в лапу шушельника а я рассказывал я когда у герцога торберна работал тройка только не говори что ты прям впритык подойдешь я продам череп рябому робби с ворот ложного шага скорее бы его сбагрить черепа они жуткие и у нас у всех такое подкожие вы когда нибудь об этом думали? ой там вроде ничего нет но я все таки давайте посмотрим нет лени монеты ааааа ты хочешь мелочи стрельнуть в долг? слушай да меня малость набили да я тут мало бери тебя побери сколько монет и мой робби тебе обещал за этот троп и череп аааа много монет много я даже назову проверил я так вкусил золотой и насквозь затырять была и цель лени если ты не соберешься я тебя в канаве схороню и спляшу над тобой с твоей матушкой эй ты не говори так о маме моей я у нее любимчик был так ты не одеть такой эх маманя могла всех мужиков в деревне перепить зараза а ты многое объясняет да я из большой семьи нас целая куча мама тогда была у бого крудью всех выхар да но как я и сказал мы потом отсюда должны вылезти это объясняет еще больше любила заложить да это у нас семейное все с меня хватит добивай потом иди удать по рукам чтобы сделка не сорвалась я сейчас только соберусь силами и двину вы бы знали как продaid я сюда добирался тихо 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 Продолжение следует... Привет! Привет! Что-то тут очень светло. так ну вот главная вещь или сундук наверное лучше сказать твою мать тут же никаких бутылок нет что происходит наверно внизу я думаю еще там стоит свечку до затушить все Смотрите, еще тут локация есть. Могу. 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 Так, если я спрыгну, я смогу. А вот это нехорошо. Хорошо. Я специально сохранился там, чтобы зря не спрыгивать. Вот там просто короткий путь, то есть спрыгнуть и все. Идешь? Будет, по-моему, или катись колбаской. Кабанчиком катись. Беги кабанчиком, давай. Давай. Дальше. Ну... Не будем рисковать, пускай... Даже тут еще. А, вот бутылка. Сейчас он уйдет. Можно сказать, задание выполнено. Там еще есть один сундук, там где этот... Ларий уснул. Это похоже на реквизит Витория. Только череп настоящий. Закрывай, закр... Знакомца вскоре. Угрю. Высок он и хорош собой. Ха-ха-ха-ха-ха. Что ты сказал? Чего? Ты сказал, что я высокий и красивый, или тип того. Я слышал. Чего? Это первый раз, когда я от тебя слышу что-то хорошее. Очень вовремя, если честно. Я думал, ты меня не ценишь. Клянусь адской глоткой. Ты о чем? Этой ночью все такие идиоты. Замкнись, не отвлекай меня. Я думать пытаюсь. Иначе обо мне думаешь. Ха-ха-ха-ха. Может я сегодня посплю. Беда, наверное, в том-то, что... Когда я взял череп, они как-то скриптанулись. И видите, все, то есть, стоят тут. Этот, по идее, вот тут уже стоит. Видите? То есть, не прикольно. Нужно было в самый последний момент брать, как я и говорил. То есть, смотрите. Я взял череп. Если бы я его ранее взял, я бы этот сундук уже не взял. То есть, не открыл бы. Ну... И, по идее, вот этот сундук я уже, то есть, не открою. Придется только их как-то отвлекать. Они что-то заподозрят и... Ну, вы поняли. Поэтому... Не знаю даже. Как-то быстренько, что ли... А, то есть, если по чуть-чуть... Чем бы развлечься? А, нет, смотрите. То есть, есть какой-то предел. Надо встать там и потом пробелом быстренько шуркнуть. Желательно устал. Вот. И теперь... Сюда. Конечно, я там бы мог что-то украсть. Ты завоюешь сердце знатного господина и будешь купаться в роскоши. Хе-хе-хе-хе. Ну, да ладно. Я не думаю, что там аж чересчур я что-то такое пропустил. Но... Просто вот видите, как игра задумана. То есть, как я и думал. Эти упоротые стоят греются. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Видите, два из трех. Видимо, там был какой-то ценный трофей. Добыча найдена 20 из 20. Ну, в принципе, неплохо. В Риверсайде полно банд вроде тех же Угриедов. Лучше идти дворами и не нарываться на проблемы. Угу. Так, ну и по сути мы заканчиваем серию. В следующей серии опять же продолжим выполнять какие-то цели. Наверное, в этой локации. То есть, вот видите, их там две. Давайте посмотрим. Вот раз. И... И два. Накрыть груз и королевская роскошь. Так, ладненько. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Покупайте игры через ссылочку в описании. Пишите свои комментарии. Не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok